Я всех приветствую на канале Страйбит. В сегодняшнем видео вы увидите, как сделать пол в комнате. Ровненький, чистенький, красивенький. По маякам все, все этапы. Подчистка, подсыпка, зачистка, заливка. Все это будет в этом видео. Так что смотрите, ставьте классы, подписывайтесь на канал, кто не подписан. И пишите комментарии. У нас идут раскопки. В общем, получается, чтобы здесь залить пол утепленный, нужно опустить уровень на 11 сантиметров. Там у нас 5, и здесь еще на 10 надо, чтобы положить 4 сантиметра экструдер и залить 7 сантиметров стяжки. Сейчас выплопаем, но нам выкопаться надо больше, не 11, а хотя бы 13 или 14, чтобы сделать песчаную подушку, на нее уложить гидроизоляцию, а уже потом поклодить экструдер и уже на него лить черновую стяжку, чтобы выставлять маяки и лить чистовую стяжку. В общем, в такой поочередности все будет здесь делаться. Канализация проведена. Здесь будет стиральная машинка. Там будет отгорожная ванна, угловая ванна, умывальник и туалет. Сейчас туда трубочку удлиним, чтобы она выходила выше уровня земли, потому что она очень низкая. Надо, чтобы хотя бы на такую высоту она торчала. И будем планировать это все дело. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте классы, пишите комментарии. А мы начинаем. Витя прессуя песочек, прессалом таким, чтобы все распланировали здесь, выставили в уровень. Будем вылаживать пленочку, на пленочку реструдер, сетку армировочную и будем лить черновую стяжку, где-то сантиметра 4. Прольем, а дальше будет видно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Выставляем маяки. Сейчас немножко посмотрим, как Витя выставляет их. Поставил, а ну где-то меточки. Меточку поставил на уровне и теперь по ней ловит лазер. Сейчас он пока немножко отойдет от табуретки, там будет видно дальше. О, все, в пометочке теперь выставляет, придавливает его. Именно уже на... Ну там довольно легко так выставлять их. Да, это стартовая шпаклевка, чтобы быстро высохла. Вот, хотим его сегодня залить и сегодня зашлифовать. Потому что, если вечером заливать после обеда, то на утро он уже как кость становится плохо трется. Приступили к заливке уже финишного слоя, чистовой стяжки по маякам. Цементно-песчаным, песчаной смесью. Еще добавляем немножко жидкого мыла. По чуть-чуть, чтобы он такой был. Текучее, вязкое. Ну, не вязкое, а, наоборот, текучее такое. И им легче работать намного. Его там надо на один замес 100 грамм. 70-100 грамм. И тогда раствор такой становится мягенький, податливый. Ну, в общем, добавляем. Прослабление оно такого не даст. Сильного бетона 1 к 3. Цемент 500. Там раствор страшный. Оно дает, оно, конечно, прослабление немножко дает. Марочку там он на какие-то сотые убирает. Ну, не критично, совершенно не критично. В общем, работаем. Дальше. Утром залили сегодня. И вот уже вечером в 5 часов затерли. То оно хорошо затирать. А если в следующий день, оно как костка становится, тогда нифига не трется. А так вот, ну, это все же маяки завтра позаделываем. И все еще подчистим. А то где там каналки такие, это все завтра замажется. И будет красота. Вот какой красивый получился пол. После демонтажа маяков остаются такие ямы, как обычно. И сейчас мы их заделаем. И где там может какая-то заказюбринка, ямка, шпателя, может, что-то оставалось. Все затрем. Все зачистим, чтобы был пол идеальный по длинулиум. И вот такие пола получаются после шлифовки. Зашлифовали их обычной терочкой. И жизненьким растворчиком. Вот оно все без ямок. Без бугорков. Все ровненько, гладненько. Все можно штырить линолеум. И красота. Там ничего мы не шпаклевывали, не затирали, потому что там будет плитка. В общем, на этом с пола мы закончили. Спасибо, что подписываетесь. Спасибо, что посмотрите. Ставьте классы. Пишите комментарии. До новых встреч.